МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Необычные украинские боеприпасы обнаружены под Амбросиевкой. Поток беженцев в Россию не прекращается. Службы Петровского района Донецка возвращаются к работе. Здравствуйте! 12 сентября, пятница, в эфире новости Новороссии в студии Екатерина Малова. На складе под Амбросиевкой обнаружены украинские агитационные снаряды. Украинские силовики собирались распространить материалы в Донецке, Луганске и Горловке. С помощью листовок, а их было обнаружено около 400, планировалось призвать солдат и мирных жителей покидать свои дома по гуманитарным коридорам, которых в действительности не существует. Во всех неудачах украинских военных виновата их страсть к социальным сетям и современным гаджетам, считает глава Министерства обороны Украины Валерий Гелетей. По его мнению, одной из причин поражения подконтрольных Киеву армейских формирований является то, что бойцы имели при себе смартфоны и другие устройства, позволявшие им общаться в интернете, что мешало им сосредоточиться на поле боя. У нас есть много представителей, которые приезжают на войну с планшетами, мобильными телефонами, и появляется информация, негативно влияет на эти процессы. Поэтому мы и имели некоторые вещи, которые произошли. Вчера, 11 сентября, российскую границу перешла группа из 110 беженцев. Среди них на двух автобусах добиралось 75 детей, в том числе грудных. От пункта пропуска Марьиновка до российского КПП они набирались пешком. Всех беженцев доставят в один из стационарных пунктов временного размещения в Ростовской области. В целом поток временно сократился из-за объявленного перемирия. Отмечалось, что из-за военных действий ДНР вынуждено покинуло более 450 тысяч человек. В Луганскую Народную Республику – 375 тысяч человек. Луганская и Донецкая Народные Республики начали выплаты пенсий и пособий беженцам в Ростовской области. Средства были переведены на первые выплаты социальных пособий гражданам, находящимся на территории Ростовской области в пункте временного размещения детского оздоровительного лагеря «Дмитрий Адовский». Всего здесь 14 человек, среди получивших выплаты дети-инвалиды, пенсионеры, многодетные матери и женщины, нуждающиеся в единовременном пособии при рождении ребенка. В Петровском районе Донецка вновь начала функционировать в нормальном режиме подстанция скорой помощи номер 3. Медперсонал сохраняет высокий моральный дух. Личный состав выезжает на каждый вызов, не боясь попасть под обстрел. Врачебный долг для этих людей выше заботы о собственной безопасности. Даже в самое тяжелое время они делают все возможное, чтобы облегчить жизнь другим. Автомобильному парку не хватает запчастей, осколки снарядов стали частью корпуса кариты скорой помощи, но служители врачебного искусства продолжают выполнять свою благородную работу. Шаг за шагом мир возвращается в нашу жизнь. Это все новости к этому часу. Всего доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин